В одной стране умер у одного царя сын, и этот царь вынес закон. Никто не имеет права в моей стране слушать музыку, пока не пройдет годовщина моего сына. Что произошло? В этой стране проживали евреи, у которых через три месяца намечалась свадьба. И они не знают, что делать. Царь запретил слушать музыку, и даже на свадьбе нельзя. Он вынесет смертный приговор. И эти евреи пришли к Рабае. Рабае, у нас через три месяца намечается свадьба, а у царя умер сын, и он вынес указ, что целый год нельзя слушать музыку. То, что я рассказывал, написано в книге Дана Тора, красного цвета. А можно ли нам, что нам делать со свадьбы? Через три месяца свадьбу нельзя откладывать. Можно сделать свадьбу без музыки или нет? Рабае сказал, свадьба без музыки, это считается поминки. Не считается. Вы должны свадьбу отложить через год. Но нельзя же откладывать? Нет. Если музыкантов нету на этой свадьбе, эта свадьба считается юшло. Не считается. Поэтому я хочу сказать большое спасибо всем музыкантам и певцам, что вы поднимаете человеку настроение.